Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Гроссмейстерские сотни крылья советов рекордами завершили сезон Футбольной Национальной Лиги. Подводят итоги успешного сезона. Глава региона Дмитрий Азаров поздравил баскетболистов Самары. Один из самых престижных турниров в году. В Самаре прошел Кубок Шихана по каратэке Косинкай. Крылья советов не смогли завоевать Кубок России по футболу. Трофей достался московскому локомотиву. Финал прошел в Нижнем Новгороде, где для болельщиков организовали отличный футбольный праздник. После чего крылья все же завершили свой сезон на победной ноте, побив несколько рекордов Футбольной Национальной Лиги. В первенстве России волжане не проиграли 17 матчей подряд. О заключительных играх сезона в следующем сюжете. Дух чемпионата мира по футболу вернулся на пару дней в Нижний Новгород, который принимал финал Кубка России. Город оккупировали поклонники Крыльев и Локомотива, легко отличимые в толпе своей атрибутикой. Перед стадионом, как и в 2018-м, выступления артистов и разные развлечения. И самое главное, надежда в глазах фанатов на победу любимого клуба. Они хорошо идут на самом деле. Они вышли в вышку, поэтому я думаю, что Локомотив последний матч подсел. Надеюсь, что выиграют. Атмосфера просто офигенная. На самом деле у меня сегодня все друзья собрались из разных городов. Мы все консолидировались просто в одном месте. Мне очень приятно здесь находиться в вашем очень уютном городе Нижний Новгород. Так же, как и во время чемпионата мира, для тех, кто не попал на стадион, была организована фан-зона, где транслировался матч. А вот те, кто урвал желанный билет, смогли вживую насладиться потрясающим матчем. Матч самарцы начали активно. Создали несколько моментов у ворот соперника, но счет открыли москвичи на 14-й минуте. Фрунсуак Аманова использовался ошибкой волжских игроков. Но крылья быстро отыгрались. Идеальную комбинацию завершил Сорвели. До перерыва счет не изменился, хотя в концовке самарцы могли забить. Но железнодорожников спас голкипер Гильерми. Сколько давал интервью, я говорил, что мы будем играть в свой футбол, что мы продемонстрировали на протяжении всей игры. Выиграли очень достойно. Первый тайм переиграли полностью. Да, у всех бывают ошибки. Но нам не повезло, повезло локомотив. В начале второго тайма арбитр назначил пенальти ворота Крыльев. 11-метровый реализовал Федор Смолов. Отыграться еще раз волжане не смогли, хотя моменты были. После подачи с углового Сергеев ударил головой, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. А ближе к финальному свистку самарцы пропустили еще один гол. На 84-й минуте Сергей Рамурило после подачи с углового переправил мяч в сетку. На последних секундах Крылья могли сократить счет. Но после удара Сергеева мяч снова не залетел в ворота. Обидно, что мы не выиграли, но совсем не стыдно. Да, мы проиграли и проиграли даже в два мяча, но на протяжении всей встречи мы играли так, что сопернику было точно с нами непросто. И по количеству моментов, особенно в первом тайме, наверное, мы превосходили. Наверное, в конце встречи только мы раскрылись, мы вынуждены были сделать это. После игры организаторы представили красивую церемонию награждения. Стадион был подсвечен цветами победителей, а на поле было спроецировано лазерное шоу. Завершали сезон Футбольной национальной лиги Крылья Советов матчем в Калининграде против местной Балтики. Для самарцев игра уже не имела никакого турнирного значения. Волжане заранее обеспечили себе первое место в первенстве и, соответственно, выход в российскую премьер-лигу. Но в заключительной игре Крылья могли покорить гроссмейстерские достижения. В случае победы самарцы могли закончить сезон, имея в активе 100 очков и 100 забитых голов. Откладывать в долгий ящик выполнение этих задач не стали. Уже в 19-й минуте Егор Галенков после подачи Ефремова переправил мяч в сетку. 1-0. Учитывая, что позади был финал Кубка, где команда оставила много сил и эмоций, Крылья стали играть по счету, а не развивать свое преимущество, как команда приучила своих болельщиков по ходу весенней части сезона. Во втором тайме хозяева завладели инициативой, но забить так и не смогли. До финального свистка счет не изменился. Благодаря этой победе самарцы набрали 101 очков в первенстве России, установив новый рекорд лиги, и довели свою беспроигрышную серию до 17 матчей. А также забили 100 голов, 40 из которых на счету лучшего бомбардира первенства Ивана Сергеева, что тоже является новым рекордом лиги. Приятно все равно устанавливать какие-то рекорды, достижения. Они запоминаются. Цифра очень такая красивая. О ней точно будут говорить. И очень приятно, что мы это в итоге сделали. Также Крылья наградили призом Fair Play по итогам сезона. Самарцы набрали максимальное количество баллов по категориям, в которых определяется победитель. Дисциплинарные санкции игрокам, желтые и красные карточки, спортивность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям матча, поведение официальных лиц команд и поведение болельщиков. Следующий сезон Крылья Советов проведут в российской премьер-лиге. Команда получила лицензию на участие в чемпионате. Кожаный мяч разыграли в Самаре. Футбольный турнир среди любительских городских команд прошел на поле стадиона Парка Гагарина. За медали сражались юные спортсмены в трех возрастных категориях. От 10 до 16 лет. Кто поедет на областные соревнования, расскажет наш корреспондент. Футболисты любительского клуба «Виктория» промышленного района Самары не первый год сражаются за медали турнира «Кожаный мяч». Прошлым летом они стали чемпионами города и области в младшей возрастной группе. Во всероссийском финале заняли 16 место. В этот раз решили повторить прошлогодний успех, но уже в средней группе. На городском этапе уверенно обошли всех своих соперников. Последняя игра турнира закончилась со счетом 1-0. У нас был в пятницу полуфинал непосредственно. Нам были игры попроще. Финал, конечно, игры были пожестче, посерьезнее. Соперники были хорошие, поэтому, видимо, они и вышли в финал, не зря оправдывая свое место. И в упорной борьбе, как вы видели сами, мы победили. За медали турнира «Кожаный мяч» сражались 37 городских любительских команд. Из них 7 – женские. Чемпионы и призеры определились в трех возрастных группах – до 12 лет, до 14 и до 16 лет. В этом году «Пальма первенства» была у команд промышленного, советского и октябрьского районов Самары. Команды более-менее уже равные, потому что до этого были прям вот явные лидеры. До этого были в основном, да, хоккейные счета, которые вот 8-0, 7-0 и выше. Хоть играется понемножку, да, по 12, но тем не менее это много. А так сейчас уже 2-1, 1-0, когда идет борьба на всей половине, там уже и концентрация совсем другая. И, в принципе, более интереснее судить и смотреть для зрителей, болельщиков. Победители городских этапов поедут защищать честь Самары на областном турнире «Кожаный мяч». Чемпионы региона затем отправятся на соревнования по Волжье и, если повезет, то и на всероссийский финал. Важно понимать, что достаточно много людей занимается спортом. Не обязательно в профессиональной спортивной школе, в школу с армейского резерва. А, соответственно, есть еще и дворовая команда, есть школьная команда, есть различные образования. Ребятам вот эти соревнования для них это особый шанс. Шанс выйти в какую-то профессиональную лигу, доказать, что они лучшие и стать профессионалами своего дела. Победят сильнейшие – это хороший шанс, хороший старт для ребят. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть к чему расти. Поэтому я думаю, что есть у каждого шанс, все будет зависеть от того, насколько хороши соперники. Наши ребята выглядят достойно. Кроме медалей и кубков, чемпионы и призеры получили от городской федерации футбола и департамента спорта индивидуальные призы. Лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Для лидеров это отличный шанс попасть из дворового футбола в футбольные школы. Например, прославленные крылья советов. Баскетбольная Самара бьет свои же рекорды. В этом спортивном сезоне клуб завоевал четыре награды. По две в мужском и женском баскетболе. Спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал приехали поздравить главы региона, областного центра и региональной федерации. Чествования проходили в одном из фешенебельных отелей Самары. Наш корреспондент продолжит. Стать чемпионом проще, чем защитить этот титул. Аксиома знакома каждому спортсмену. Вот и баскетболистам клуба Самара пришлось испытать это на себе в прошедшем сезоне. Мужская команда подтвердила звание сильнейшей в Суперлиге 1 национального чемпионата. Завоевала второй чемпионский титул. В довесок стала бронзовым призером Кубка России. Очень сложно играть, очень сложно доказывать. Но если ты идешь к одной цели 10 месяцев, то она и слаще из-за этого. И у нас плей-офф получился прямо вот для зрителя. Прям расписали сценарий, прям такой, как надо было, на самом деле. Все пять игр, полуфиналы по пять игр все, и финал пять игр, и эмоциональный, и зрелищный, и падение, и переживание. Я думаю, что плей-офф – это как можно в одну игру все вписать. Женская команда тоже выдала на гора. Дебютировав в Суперлиге 1, с первой же попытки, невзирая на авторитеты, завоевала серебряные медали. Вторая команда уже по уличному баскетболу также с первого раза заняла второе место в чемпионате страны. Второе место, я считаю, что это очень хорошее окончание для сезона. У меня, например, в семье много спортсменов, и многие, кто, например, за всю карьеру мало медалей каких-то в чемпионате, как говорят, всероссийских, занимал. Поэтому за меня только порадовались все. Поэтому я думаю, что и у каждого игрока так же были. Я не думаю, что кого-то поругали за серебро. Развивать уличный баскетбол на профессиональном уровне в Самаре начали пару лет назад. И сразу достойный результат. Мужская команда даже сумела пробиться в европейский турнир и закрепиться в десятки сильнейших. Мы и там, и там, скорее всего, потратили много сил и эмоций. Потому что, во-первых, Европейская лига для нас это было что-то новое. И попасть туда уже было достижением. И мы пытались отдаваться на максимум. Чествование призеров и чемпионов страны по баскетболу проходило в одном из престижных отелей региона. Поздравить спортсменов, тренеров и врачей команд приехали не только руководство клуба «Самара», но и губернатор Дмитрий Азаров, глава «Самары» Елена Лапушкина и президент областной федерации баскетбола Владимир Аветисян. Каждому вручили золотую медаль чемпионов России. Хочу поблагодарить всех вас за этот замечательный баскетбольный сезон, который доставил только радости поклонникам игры в Самарской области. Бились как львы. Поэтому у баскетбольной Самары сегодня хорошее настроение. Мы по праву завершаем этот сезон в праздничном, приподнятом настроении. И с уверенностью смотрим будущее. Смотрим будущее благодаря тому, что на территории Самарской области создана правильная система подготовки баскетболистов. Она какая-то по-настоящему народная команда. У нас все свое. Вот как на приусадебном участке. Тренеры, игроки, звезды. Потому что играют руками в баскетбол. Но, как мы знаем, выигрывают головой, выигрывают сердцем. Руководство клуба пообещало руководству региона и федерации и дальше покорять баскетбольные вершины как всероссийского, так и международного уровня. Наша федерация точно одна из ведущих вообще в российском баскетболе. Попасть в команду мастеров баскетклуба Самара при желании и старании может любой житель региона. Начинают учить этой увлекательной игре уже с детского сада. Потом подростки и молодежь продолжают покорять вершины мастерства, не отрываясь от учебы в школе. Так, в этом году, кроме профессионалов, успеха добились в первенстве страны 7 из 8 детских команд в разных возрастных категориях. Испытали силу своего духа и своих кулаков. В Самаре прошел традиционный турнир по каратэке Кюсенкай – Кубок Шихана. Уже в 14-й раз. Более 500 спортсменов из 29 регионов России боролись за 34 золотые награды. Эти соревнования считаются одними из самых престижных в стране. Кто стал сильнейшим, расскажем в следующем материале. Спокойные и рассудительные подсказки. Владимир Крюков точно знает, что требуется его спортсмену для хорошего боя. Тренер из Тамбовской области привез на Кубок Шихана 20 воспитанников. Каждому из них у Владимира свой подход. Благодаря персональной работе как на тренировках, так и во время боев, его каратисты завоевали в Самаре 9 медалей, 2 из которых золотые. Всегда нужно отталкиваться от нашего спортсмена. Допустим, у нас есть ребята маленькие, которые нужно больше, конечно, вселить уверенность. А ребята взрослые, им больше давать нужны эмоции, силы, чтобы они себя очень хорошо проявляли. Поэтому так пытаемся работать. Для спортсменов Владимира Крюкова эти соревнования стали пятыми. А вообще Самарский Кубок Шихана по каратейке Кюсенкай проводится в 14-й раз. Побороться за медали приехали 540 каратистов из 29 регионов России. Сражались они в 34 весовых и возрастных категориях. Кубок Шихана является одним из самых престижных на российском уровне и завершает сезон. А потому здесь собираются лучшие каратисты, чтобы поставить красивую точку в соревновательном году. Они всегда ждут эти соревнования. Они проходят в уникальное время. Это закрытие сезона. Это последнее соревнование в сезоне. Уровень соревнований очень высок. Здесь присутствуют и мастера спорта, и мастера спорта международного класса, и заслуженные мастера спорта. Чемпионы Европы и чемпионы мира дерутся здесь. И не обязательно они выигрывают. В прошлом году традиционный турнир брал паузу из-за пандемии. В этом соревновании состоялись с санитарными ограничениями. Ребята выполняют у нас спортивные звания, мастеров спорта, кандидатов, мастеров. А это делается только на достаточно высоком уровне соревнований. Говорят о том, что у нас в регионе этот вид спорта развивается очень успешно. И доверяют проведению таких мероприятий в субъекту далеко не всем. Поэтому мы встречаем у себя сильнейших спортсменов Российской Федерации. Надеюсь, что так будет и впредь. На соревнованиях была и попытка установить рекорд для книги Гиннесса. Равиль Измайлов попытался на время сломать 66 бетонных блоков. За 22 секунды он разбил 50 штук. Этого не хватило для покорения мирового достижения. Но спортсмен не расстраивается. Уверен, что следующая попытка обязательно станет удачной. Потому что он продолжит упорно тренироваться. На пьедестале почета оказались спортсмены из 23 регионов. Больше всех медалей из Самары увозят представители Кировской области. На их счету 15 наград, большая часть которых бронзовые. А по количеству золотых трофеев лучшими стали каратисты Свердловской области. У них 7 медалей высшей пробы. На этом все. Больших побед вам! Удачи!